Адмирал продолжает терпеть поражение на выезде. После первой победы в гостях над екатеринбургским автомобилистом команда сначала с большим счетом проиграла Хантамансийской югре и теперь уступила казахстанскому Борысу. Хоккейный клуб из Астаны перед сезоном сменил состав и теперь настроен очень серьезно. Минимальной задачей команда назвала выход в плей-офф. Адмирал начал игру в роли догоняющего. После первого пропущенного гола последовал моментальный ответ от Артема Зимченко 1-1 до перерыва. Во втором периоде хозяева вновь вышли вперед, Доус огорчил Налимова, но Фисенко вскоре снова сравнял счет и вернул надежду 2-2. Но голы засчитывались один за другим. В третий раз за вечер сравнять счет пришлось уже Бартулису после оформленного дубля Доуса. На счете 3-3 игра пошла к завершению, однако легионеры Бориса продолжили удивлять приморцев. Сначала казахи вышли вперед, а затем и вовсе забили пятую шайбу. Итог встречи 5-3. Тренер моряков Александр Андреевский отметил, что при восьми залетевших шайбах в игре матч прошел на равных. Игра была ровная, но когда одно звено забивает на пять голов, сегодня легионеры Бориса были в ударе. Единственное, что нам сегодня не удалось, это нейтрализовать их. Игра была быстрая, много борьбы, голевых моментов, заброшенных шайб. Последнюю выездную игру адмиралу предстоит провести с омским авангардом. Матч пройдет 14 октября, после чего приморская команда вернется на домашнюю арену. Завершился открытый кубок Владивостока по кикбоксингу. Турнир проходит в приморской столице уже больше 10 лет и каждый раз собирает спортсменов со всех городов Приморья. В этот раз соревнования проходили в течение двух дней и объединили более 200 участников. В первый день состоялись предварительные бои. После летних каникул отобрали тех, кто не растерял форму. 52 пара сильнейших бойцов вышли дальше в финал. Конкуренция была в каждой возрастной и весовой группах. Особенно тренеры и судьи отметили небывалый рост новичков. Заключительный этап кубка прошел по той же схеме, что и в первый день, однако финальные бои провели в формате трех раундов. Именно здесь порой зрители наблюдали драматичные развязки. Несколько боев закончились техническим нокаутом. И тем не менее, даже проигрыш спортсмены принимали достойно. Максим Яковлев, Новости спорта на восьмом.